Хорошо. Сергей только-только вышел на пенсию. Возраст называть не хочет. Да и слово пенсионер не любит использовать. Говорит, что каждый день у него расписан по минутам. Теннис, футбол, встречи с друзьями, игра в театре, бассейн. Жалко времени. Вот что интересно, когда работал, его было не так жалко. А сейчас даже спать стал меньше, 7 часов всего, потому что свое время его более жалко. В США пенсионный возраст варьируется от 65 до 67 лет. В зависимости от года рождения. Это один из самых высоких пенсионных порогов в мире. Однако финансовые консультанты в этом видят много плюсов. У людей больше времени на то, чтобы накопить денег на старость. К тому же они остаются социально активными, общаются с коллегами, заводят новые знакомства. Сергей закончил МГУ, кандидат геологических наук. В Америке живет 26 лет. Из них 19 и был разработчиком программного обеспечения. Пока в уровне жизни ничего не изменилось. Но если, как пошутил мой бухгалтер, не повезет и буду жить долго, тогда, возможно, придется что-то менять. На вопрос, приходится ли экономить, отшучивается. Большинство американцев планируют пенсионные накопления с помощью финансовых консультантов. И женщины, и мужчины могут начать получать от государства выплаты из социального фонда в 62 года. Но в этом случае их ежемесячная сумма будет на 30% меньше, чем в случае достижения полного пенсионного возраста. Большинство выходят на пенсию именно в 65-67 лет. Размер выплаты в зависимости от прежнего дохода может быть от 1400 до 2500 долларов. Есть те, кто работает до 70 лет, так как в этом случае сумма ежемесячных выплат увеличивается существенно. Уровень жизни на пенсии зависит во многом от программы выплат в накопительный фонд, известный как 401k. К пенсионному возрасту американцам советуют накопить как минимум 100 тысяч долларов. В этот фонд вносят часть зарплаты до уплаты подоходного налога, как сами работники, так и работодатели. Если вы не откладываете, работодатель, соответственно, тоже этого не делает. Основные источники дохода Сергея на пенсии – это выплаты из государственного фонда и накопления, сделанные совместно с работодателем. Возможно, именно поэтому он спокойно размышляет о будущем. Однако у многих американцев подобного счета нет. Поэтому на пенсии они вынуждены либо переезжать в более скромные дома, либо продолжать работать, пока позволяет здоровье. Как, например, 68-летняя преподавательница кукольного театра Ирина Холоднов. Все равно хочу работать, но хоть на пенсии. Достигнув пенсионного возраста, Ирина также получила доступ к Медикэр – государственной медицинской страховке для лиц от 65 лет и старше. Если раньше я себе не могла позволить пойти к врачу, потому что у меня не было иншуренса. Сейчас я имею возможность идти к врачу, к специалисту, не думая о том, что мне нужно будет заплатить 500-600 долларов за визит. А скоро Ирина планирует открыть свой бизнес. Никогда не думала, что я открою свой детский садик, будучи на пенсии. Потом я планирую сделать классы кукольного театра. Жизнь на пенсии для каждого американца – это своя, не похожая на других история. Сергей и Ирина говорят, что пенсия – это всего лишь новый этап жизни, к которому лучше готовиться заранее. Ануша Витиссян, Сергей Москалев и Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон.